Здравствуйте! Сегодня я расскажу о разбитом проигрывателе, а также о потенциальных донорах и чем закончился весь этот проект. Ну и вот начнем мы с разбитого проигрывателя. Это совершенно замечательная модель PIONEER PLC M10 с возможностью выбора треков для проигрывания. Это уже поздние модели, которые выпускались в позднее время. Модель совершенно изумительная. У нее прямоходный привод с кварцевой стабилизацией, тангенциальный тормар. В общем, все хорошо. Но! Но! Значит, я ее покупал как полностью рабочую очень давно. Но во время транспортировки ко мне ее где-то там приложили или продавец плохо упаковал, сейчас не помню. И в результате, видите, крышка разбита. Разбита не только крышка, но и разбиты задние петли у этой крышки. Вот. Вот тут вот дыра. Здесь огромная трещина. Здесь и здесь. Вот. И поэтому, конечно же, пользоваться такой штукой невозможно. Ну, я не пользуюсь. Но даже для коллекции, я считаю, ну, хоть до какого-то разумного состояния нужно было довести. Мне, значит, удалось... Я вот сейчас его снял с полки. Давно он у меня нетронутый лежал. И обнаружил, что я, оказывается, умудрился еще где-то тогда еще и петли новенькие купить для этого агрегата. Потому что петля там тоже сзади сломана. И еще там у меня пакетики есть. Там тоже какая-то фигня запчасти для этого PL-70. Для того, чтобы привести этот агрегат в порядок, я решил купить какого-нибудь донора. Ну, тогда еще. Была у меня такая странная идея. И сейчас я вам покажу этих доноров. Вот я разыскал в интернете, тогда еще, помню, ближайшего родственника PL-70. Это модель PL-50. Значит, она отличается от той модели только тем, что у нее, у этой модели нет автоматического поиска. Вот. Ну, я его купил тогда. Вот. Он приехал целенький. Вот видите, крышка здесь такая же, как и у того. Все вроде бы нормально. Но когда я увидел состояние агрегата, у меня задушила жаба. Ну, не то, что жаба. Меня задушило то, что я подумал, что такой отличный агрегат. В очень хорошем состоянии. И я теперь буду его превращать, снимать с него крышку и превращать его непонятно во что. Ну, правда, есть вот тут небольшой дефект. Совсем маленькая трещинка, значит, вот здесь вот на этом стекле. Но все равно, так сказать, крышка целенькая. Вот. И поэтому, значит, я решил, думаю, дай поищу еще чего-нибудь, что не жалко будет раскурочить. Ну, и потом мне подвернулась модель к следующему поколению. Это PLL-50. Нет, извините, PLL-550. Значит, то же самое. Direct Drive, там все дела, уже более поздняя модель. Вот. И крышка очень похожа. Но, к сожалению, когда, значит, он приехал, выяснилось, что крышка чуть-чуть выше, чем у тех моделей. В принципе, ее можно поставить туда, но, наверное, это будет не очень хорошо. Ну, и тут тоже скол. Во-первых, скол. Во-вторых, уже пластик у крышки, так сказать, помутнел. Она мутновата. К сожалению, я не являюсь экспертом. Ну, и там, видите, там не хватает. Ну, в общем, вот этот сайт продавался как дефектный PLL-550. В принципе, можно его доделать. В принципе, я не являюсь экспертом в ремонте оргстекла. К сожалению, у меня нет соответствующего мастероскопа, потому что нужна хорошая вентиляция. Там дихлоры, там. В принципе, технология примерно ясна, но у меня нет никаких подручных инструментов для этого. Вот. Поэтому я этот проект забросил в долгий ящик. Вот. И он долго-долго лежал у меня на полке. Вот. А сейчас у меня появилась такая мысль. Просто ничего не делая, довести до ума, значит, эти три проигрывателя, чтобы они просто работали. Ну, попробовать довести до ума. Причем с минимальными потерями времени, так как времени жалко. И тогда, может быть, просто оставить их в рабочем состоянии. А ту разбитую крышку просто трещины проклеить обычным скотчем. Да и дел с концом. И пусть они лежат в моей коллекции до тех времен, пока их кто-нибудь не выкинет на помойку. На этом спасибо вам большое. До свидания и всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok